Человека, который бы за свою жизнь не пострадал, обязательно что-то когда-то больно уязвило, будь то болезнь тяжелая или неудача в жизни, или какие-то большие проблемы и трудности по работе, да мало ли что уязвляет нас так, что мы с большим трудом переносим это страдание, эту печаль. И бывает так, что человек разрушает себя этим страданием, проходит через трудные моменты своей жизни и выходит из них разрушенным, ослабленным, ослобленным, иногда даже потерявшим всякую надежду на внуши. Крест Христов, святая Голгофа, место искупления всех нас и место страдания, учит правильному отношению к скорбям и страданиям. И когда уж очень тяжело в жизни, когда кажется, что и сил никаких нету, чтобы нести все то, что свалилось тебе на голову, подойдите к кресту Господнюю и внимательно посмотрите на это изображение. И соотнесите муки ни в чем не повинного Спасителя со своими житейскими скорбями. И помолитесь Господу перед Его Христом, чтобы Он дал и вам силу достойно пройти через скорбь, болезнь и через страдания, не разрушая самих себя ни духовно, ни физически, но так, чтобы выйти из этой полосы жизненных трудностей с новыми силами, с новым взглядом на жизнь, с новым душевным состоянием, состоянием победителя, достойно прошедшим через испытания. И мы знаем, что вообще не существует человеческого роста, развития без трудностей. Они всякие бывают. Очень сложные жизненные ситуации и полегче. Но это неотрывная, нераздельная часть нашей жизни. И для того, чтобы мы, христиане, верующие в Господа, признающие силу Его Креста и Воскресения, могли быть сильными во всех обстоятельствах жизни, мы должны научиться у Господа Спасителя, взирая на Его Крест, в великой силе и способности спасительно преодолевать и свои собственные скорби. Продолжение следует...